Выдавливаем слизь. Макаю ватный диск слизняка. Приветики всем! Сегодня я сделаю маску для волос из необычного ингредиента. Это семена ЧИА. Для кого-то он обычный, для кого-то нет. Но я иногда употребляю в данные семена пищу. Это очень полезный, как это сейчас модно говорить, суперфуд. Там куча белка, там очень много омега-3, цинка и других микроэлементов. Ну что, давайте я наведу вид сверху, покажу вам, как я делаю эту маску и потом будем ее наносить. Вот, семена ЧИА. Значит, беру весы, тарелочку, в которой буду непосредственно делать замес. Открываем. Мне очень нравится, как они выглядят. Они такие, как маленькие перепелиные яйца. Очень красиво. И добавляем 3 столовые ложки этих семян. Получается 40 грамм. И сюда же добавляю 100 миллилитров любой минеральной воды. У меня это и сентуки. Теперь я это немножко размешаю. И оставляю семена завариваться где-то на час или два. Вот, настоялись семена ЧИА. И посмотрите, какие они стали. Как желешка. Даже из семян ЧИА делают пудинги очень вкусные. И они являются своеобразным загустителем. И теперь вот эти вот разбухшие семена я перекладываю в чашу от блендера. Закрываю крышкой. И начинаем взбивать. Я взбила. Здесь получилось так немного слизи. То, что и надо. Теперь я еще добавлю минеральной воды, чтобы сделать эту смесь более жидкой. Примерно миллилитров 300. Закрываю и продолжаю дальше взбивать. Консистенция получилась слизкая. Теперь я буду вот эту вот массу процеживать. Я подготовила тарелочку с марлей. И сюда сейчас буду вываливать вот этого слизняка. И как раз таки процеживать. Валиваем. Поднимаем марлю. И аккуратненько выдавливаем слизь. Хорошо, что мы разбавили водой. Для этого мы добавляли дополнительное количество воды. Потому что, если бы мы не добавили, то оно бы не выжалось. Знаете, это очень похоже на мячик антистресс. Поэтому, если вы пришли с работы и у вас стресс, делайте маску с семенами чия. Все, достаточно. Раствор готов. Кстати, тут попались несколько семян. Из марли они вывезли. Поэтому я их просто выловила вручную ложкой. Ну там было их немного и это было сделать не сложно. Теперь перед нанесением я, конечно же, расчешусь своей любимой расческой с крылышками. Поставлю сейчас зеркальце и будем уже наконец-таки наносить. Значит, я начинаю наносить с кожи головы. И буду это делать с помощью ватных дисков. Макаю ватный диск слизняка. Класс! Знаете, я вот недавно записывала маску с отваром льна. Посмотрите обязательно этот ролик. Там тоже была слизь. И знаете, я пока не наигралась с ней, я не начала никакие ролики записывать. Поэтому немножко тут перерыв у меня. Ладно, хватит. Все, а то сейчас диска уже превратится в печеньку размокшую в чае. Начинаем с пробора. Ватным диском наносить очень удобно. Можно, конечно, наносить и кисточкой для волос. Но ватным диском можно взять больше вот этого вот вещества слизнякового. И хорошо его вдавить в кожу головы. Кисточкой так сделать не получится. Прохожусь по всей голове. Очень удобно помогать себе рукой. Одной рукой наносить с помощью ватного диска, а другой рукой вот так вот вдавливать. Да, и ватный диск старайтесь менять. Потому что он размокает и похож непонятно на что. Знаете, я помню в детстве любила пить чай, черный с сахаром. И печенье такое песочное, типа слодыша, да. И любила мазать это печенье сливочным маслом. Делать такой сэндвич. То есть печенька, толстый слой сливочного масла и печенька. И я макала его в горячий черный чай с сахаром. И знаете, было большой удачей обмакнуть и достать его и быстро съесть. Потому что чаще всего я его обмакивала и оно там же и оставалось. Но я какая-то такая была легкая вообще в этом вопросе. Я даже продолжала пить чай. Меня это не смущало совершенно. Мне было вкусно. Знаете, когда в чае плавают такие кружочки жира от сливочного масла. Ну, сейчас я бы, наверное, не смогла бы такое пить. Мне просто стало бы плохо. А тогда прекрасно попила, пошла на роликах кататься. Все, я прошла по всей коже головы. Теперь я откладываю ватный диск и начинаю наносить уже непосредственно на всю длину волос. Для этого немножко приподнимусь. И над столом начинаю с кончиком и продвигаюсь выше. Вот по поводу нанесения на всю длину я советую все-таки наносить руками. Потому что кисточкой неудобно, ватным диском тоже. Ну, а зачем, если есть руки? Которыми можно все аккуратно, быстро сделать. Кстати, вы пробовали семена чиа? Расскажите, как вам впечатление. Напишите об этом в комментариях. Может быть, вы знаете какие-то интересные пудинги с этим ингредиентом. Кстати, у меня есть инстаграм. Ссылка на инстаграм есть в описании к видео. Там я иногда выкладываю разного рода рецепты. Рецепты полезные, то есть они без сахара, без муки высшего сорта. Поэтому заходите, если вас это интересует. Смотрите и добавляйте к себе в закладки. Эта маска приятная в нанесении. Она не отваливается. У нее нейтральный запах. Что тоже для многих очень важно. И она невероятно полезна. Можно сказать, что мы выдавили все полезные вещества из семян чиа. Знаете, когда я выдавливала вот это вот средство, потом мыла чашу от блендера, я взяла столовую ложку и попробовала вот этот вот отвар. Ну не отвар, а вытяжку. И что мне стало как-то не по себе. Потому что когда пробуешь семена чиа просто вот в замоченном виде вместе с семенами, оно совершенно по-тругому ощущается. А отдельно вот эта вот жижа, это просто жуть. Знаете, вот по вкусу мне напомнило, какой ты, знаете, с ответом на озеро приезжаешь и там прям так жестко пахнет водорослями и рыбой дохлой. Вот напомнила. Кстати, да, у семян чиа и у семян лина есть какой-то такой запах, который напоминает мне именно рыбный запах. И тем, кто не любит запах рыбы, запах болота, нужно быть аккуратнее с этой слизью. Ну да, на самом деле, запах льняного масла. И как только я уже поняла, что я нанесла на все волосы и можно пройтись остатками слизи, тут еще, как видите, осталось некоторое количество. Я прохожусь просто по голове, чтобы так насыщенно ее туда вдавить, эту смесь, чтобы сто процентов обработать весь скальп. Знаете, у меня всегда слово скальп, для меня оно было таким смешным. Скальп. Жестко как-то звучит, да. Будем говорить нежно. Кожа головы. Ой, как же приятно, так свежо-свежо. И я еще раз пройдусь по кончикам, потому что это самая такая, можно сказать, проблемная зона для нас, девушек, кончики. Значит, я беру, опускаю прямо туда волосы, делаю такие круговые вращения, поднимаю, как вы видите, с кончиков супер камы. Все, я изматывала все средства, теперь заберу волосы в пучок и надену сверху шапочку. Ну что, я опять похожа на работника столовой, класс. Класс, для кого класс, интересно. Все, теперь я хожу так, держа эту маску на голове, от часа и более. То есть, главное, выдержать час, а потом уже зависит от того, сколько у вас есть свободного времени. Я буду держать час-полтора, потом пойду смою водой, шампунем и бальзамом, как всегда. А потом, когда волосы высохнут, я вам покажу результат. Ну что, тогда увидимся? Мне очень нравятся волосы после маски, они стали мягкие и такие нежные-нежные. Но совет, мойте голову два раза, то есть намыривайте шампунем один раз, потом смывайте, и еще раз намыривайте, смывайте, а потом наносите уже бальзам. Тогда все прекрасно смоется и будет эффект, как у меня. Ну что, сейчас я покажу свои волосы, вы оцените, ставьте лайки и всего хорошего! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok